Здравствуйте! Сегодняшний видеообзор продолжает рубрику «Мир особого детства». И сегодня я хочу представить вам книги, выпущенные фондом «Обнажённые сердца». «Обнажённые сердца» – это некоммерческая организация, организованная моделью и филантропом Натальей Водяновой. С целью оказания помощи детям с особенностями развития в России и за её пределами. Фонд оказывает как адресную помощь детям и людям, и молодёжи с особенностями развития, так и занимается просветительской деятельностью. Просветительская деятельность касается вопросов развития и обучения особых детей, помощи их семьям, а также подготовки специалистов для работы с детьми и подростками, которые имеют особенности в развитии. Книги, о которых я хочу вам сегодня рассказать, являются частью проекта фонда, посвященного адаптации и внедрению современных технологий с доказанной эффективностью для детей с расстройством аутистического спектра. Все люди, находящиеся в спектре аутизма, могут учиться и развиваться. На сегодняшний момент считается, что аутизм – это нарушение в развитии, им нельзя заразиться, им нельзя заболеть, но от него и нельзя излетиться. При правильной поддержке все люди с рас могут жить достаточно полноценной жизнью. Книги, о которых я вам сегодня хочу рассказать, созданы на основе зарубежных программ, переведены, адаптированы к условиям российской действительности. И, что самое главное, уже появились специалисты, которые могут работать по этим программам. Такие специалисты могут работать с детьми как дошкольного, так школьного и даже и подросткового возраста. И все эти книги, о которых я сегодня вам расскажу, представляют собой методические пособия. В первую очередь они, конечно, пригодятся специалистам, которые работают с детьми и подростками с аутизмом. Или теми специалистами, которые хотят работать с такими детьми и подростками. Ну и, конечно, они пригодятся и для родителей, в семье которых растут такие дети. Сейчас появилось достаточно много изданий, как российских, так и зарубежных, рассказывающих о том, что такое расстройство аутистического спектра. Это как воспитывать, развивать, обучать и социализировать таких детей. Детей, у которых выявлен аутизм. Их авторы, как специалисты, работающие с такими детьми, или не только работающие, но и давно изучающие эту проблему. Так и родители, в семьях которых растет ребенок-аутист. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, и которую я вам хочу представить, называется «Как помочь дошкольнику с расстройством аутистического спектра». И она написана специалистами, экспертами фонда «Обнаженные сердца». Среди них есть педагоги, психологи, специалисты в области прикладного анализа поведения. И в этой книге все они попытались ответить на самые распространенные вопросы родителей таких детей и специалистов, которые работают или начинают работать с детьми с расстройством аутистического спектра. Какие же вопросы могут возникать перед родителями и специалистами, и какие рекомендации можно найти в этой книге? Ну, например, что такое расстройство аутистического спектра и почему оно считается спектральным расстройством? Как развивать игровые, социальные и коммуникативные навыки ребенка? Как понять причины нежелательного поведения ребенка? И как формировать социально приемлемые формы поведения? Как решать проблемы со сном ребенка, приемом пищи или приучением к туалету? Каждая из глав этой книги подробно рассматривает один из вышеперечисленных мной вопросов. И причем здесь есть в каждой главе, посвященной этому вопросу, как теоретическая часть, рассказывающая о теоретическом обосновании сути проблемы, и практические примеры. Причем практические примеры взяты из нашей российской действительности и подходят к нашей российской действительности. Эта книга представляет собой, как я говорила, уже методическое пособие. И по сути это одна из первых книг, с которой можно познакомиться как специалистом, работающим с детьми с расстройством аутистического спектра, так специалистом, столкнувшимся с таким ребенком. И, конечно, ее можно и нужно прочитать родителям ребенка с расстройством аутистического спектра. Причем это будет одна из первых книг, наверное, на этапе, когда родители узнали, что ребенку поставлен такой диагноз и что с этим делать дальше. Следующая книга, которую я вам хотела бы представить, она тоже написана экспертами фонда «Обнаженные сердца». Называется она «Дети с расстройством аутистического спектра в детском саду и школе. Практики с доказанной эффективностью». Это тоже методическое пособие. Оно написано и предназначено для, во-первых, специалистов, которые работают с детьми с расстройством аутистического спектра. И дети эти дошкольного или младшего школьного возраста. Пригодится оно и для родителей таких детей, тоже если у них возраст дошкольник или младший школьник. Среди специалистов, написавших эту книгу, есть детский невролог Святослав Дубня и клинический психолог Татьяна Морозова. И они дают в этой книге ответы на важные вопросы развития и обучения детей с расстройством аутистического спектра. В методическом пособии подробно рассказано об особенностях обучения детей с расстройством аутистического спектра, в современных подходах к развитию коммуникации и социальных навыков, в способах оценки причин нежелательного поведения и о формировании социально приемлемого поведения, об использовании различных видов визуальной поддержки. Конечно, такая работа невозможна без своевременной диагностики. Поэтому вопрос диагностики в данном пособии уделяется достаточно много внимания. И в одной из глав отражены и описаны диагностические критерии расстройства аутистического спектра в самой современной на данный момент классификации. Ее перевод был сделан специально для этого издания. Эту диагностическую методику авторы постарались процитировать без купюр и искажений. Семья, в которой растет ребенок с расстройством аутистического спектра, это отдельная животрепещущая тема. И поэтому в этом пособии, в этой книге ей тоже есть место. Одна из глав специально посвящена вопросам работы семьи, где растет такой ребенок с особенностями развития. Это рассказ о проблемах такой семьи, о ее трудностях. Но разговор здесь идет и не только об этом, о проблемах и трудностях семьи, но еще рассказывается о том, как специалисты могут помочь такой семье и чем они ей могут помочь. В конце книги есть список литературы, предназначенный для заинтересованных читателей, прочитав которые, можно расширить свои представления о том, что собой представляет расстройство аутистического спектра и какие есть возможности работы с детьми и подростками с аутизмом. И здесь есть в конце книги небольшая фотогалерея, в которой можно посмотреть, как организована работа школьного учреждения, школы в условиях инклюзии, как это выглядит. И эти примеры приводятся на основе одного из дошкольных учреждений Санкт-Петербурга. Вот сейчас я вам некоторые вещи покажу. Вот один из вариантов организации пространства и помещения. Еще вот такая вещь, которая тоже может использоваться в работе. Это еще одна книга, еще одно методическое пособие, выпущенное фондом «Обнаженные сердца». И называется оно «Как организовать инклюзию в детском саду». Опыт участников проекта фонда «Обнаженные сердца». Как я сказала ранее, это тоже методическое пособие, и в нем представлен опыт одного из детских садов Санкт-Петербурга, работающих по проекту этого фонда. И в своей работе педагогический коллектив опирался на знания и практические навыки, полученные при совместной работе со специалистами фонда «Обнаженные сердца». Представленный педагогический опыт описан сотрудниками детского сада. Прежде всего, это взгляд заведующей инклюзивного детского сада на проблему, которая называется расстройство аутистического спектра. Ее рассказ – это рассказ о организационных основах модели инклюзивного образования и реальной жизни инклюзивной группы в детском саду. Какой должна быть эта группа, как она должна быть организована, какие специалисты в ней должны работать и почему, как проходит день дошкольника с расстройством аутистического спектра в такой группе. Большое внимание здесь тоже уделяется вопросам метода диагностики детей с рас. И здесь рассказывается и показывается, какой должна быть эта диагностика, как она должна выполняться и почему она должна быть именно такой, а не какой-то другой. Какие особенности нужно учитывать при проведении этой диагностики. В пособии можно найти материалы об эффективных методах обучения детей с расстройством аутистического спектра и развитием у них коммуникативных и социальных навыков, работе с трудным поведением таких детей. И в пособии этом затрагивается и такой вопрос, как организовать работу в группе, ведь кроме детей с особенностями в развитии сюда ходят типично развивающиеся дети. И поэтому встает вопрос, как организовать их контакт, каким образом построить взаимодействие родителей двух категорий. Это один из вопросов, ответ на который можно посмотреть в этом пособии. Конечно, в этом пособии не обошли стороной. И тему поддержки семьи здесь тоже есть материал о том, методические рекомендации о том, как и в чем может проявляться помощь такой семье в условиях детского сада. Ну и, конечно, еще одна важная тема, которая затронута в этой книге, это система подготовки сотрудников в таких дошкольных учреждениях для успешной работы в условиях инклюзии. И еще одна книга, о которой я вам хотела бы сегодня рассказать, это тоже книга фонда «Обнаженные сердца». Она посвящена теме досуга. Досуг и отдых – это важные составляющие жизни, которые влияют на физическое и психическое состояние любого человека. Возможность иметь хобби, заниматься спортом, посещать интересные места, посещать интересные мероприятия – одно из условий удовлетворенности человека жизнью. И, к большому сожалению, на сегодняшний день возможность участия в досуговой деятельности для детей и молодежи с особенностями развития достаточно ограничены. Это происходит по разным причинам. Из-за недоступности среды, стигматизации в обществе, отсутствия достоверной информации о нарушениях развития и по ряду других причин. Практическое пособие «Как организовать досуг для детей и подростков с нарушениями в развитии», тоже написано специалистами и экспертами из фонда «Обнаженные сердца». Пособие это посвящено вопросам организации досугам детей и подростков на примере организации досуга для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Конечно, здесь, как и в других пособиях, есть описание целевой группы, для которой предназначена эта книга. То есть тут дается характеристика людей с расстройством аутистического спектра. Рассказывается также об их сильных сторонах и о возможных интеллектуальных нарушениях. Есть здесь информация и о возможности досуга с такой категорией людей, в частности с детьми и подростками с рас. Рассказывается, чем с ними можно заниматься, как можно организовывать досуг, и почему, и на какие стратегии поддержки в этом случае можно опираться. И большую часть этого пособия занимает описание опыта организации детских лагерей на основе, на примере лагеря «Лето со смыслом». Поначалу это были отдельные инклюзивные смены, которые постепенно переросли в полноценные инклюзивные лагеря. И здесь действительно очень много информации об этом. то есть здесь рассказывается и о истории лагеря, и о концепции лагеря. А поскольку лагерь инклюзивный, соответственно, в его организации, работе очень много особенностей. И здесь, в этой книге, во-первых, идет разговор о подготовке к лагерю вообще. То есть, что она включает, подготовка такого лагеря, какие требования предъявляются к созданию такого лагеря. отдельно рассматривается и рассказывается тема, освещается тема о подготовке персонала и специалистов, работающих в таком лагере. То есть, как происходит отбор специалистов, какие требования к ним предъявляются, какое обучение они должны пройти. или какое образование они должны иметь. Конечно, это разговор о подготовке к лагерю и родителей детей с особенностями в развитии. То есть, в чем заключается эта подготовка до лагеря, в процессе нахождения их детей в лагере и после лагерной смены. Это, кроме всего, и разговор о работе со сверстниками. Потому что лагерная группа, лагерный отряд, она включает не только детей с особенностями в развитии, но и типично развивающихся детей. Так вот, какая работа должна, может проходить с типично развивающимися детьми для успешной смены в инклюзивном летнем лагере? И, кроме всего, в этой книге можно найти много приложений, которые посвящены работе летнего лагеря. И, опираясь на это приложение, можно разобраться и сориентироваться в этих многих вопросах организации, работы летнего лагеря. Если говорить об этой книге в общем, то это не только, конечно, работа лагеря. Здесь можно найти и описание большого количества практических советов и рекомендаций, описание проведения мероприятий и примеры стратегий, которые можно использовать при работе с детьми с особенностями в развитии. И в заключение я хочу вам еще раз показать те книги, которые выпущены в фонде «Обнаженные сердца» и посвящены проблеме расстройства аутистического спектра. И хочу сказать, что эти книги, конечно, не дают всей информации о том, что такое расстройство аутистического спектра, но эти книги, как я уже говорила, можно рассматривать как первую помощь и первое средство ориентации, когда либо родители, либо специалисты сталкиваются с проблемой, которая называется расстройство аутистического спектра, и особенно они будут, конечно, и полезны специалистам, потому что достаточно мало, к сожалению, у нас в России информации о том, как таких детей обучать и подростков, как с ними взаимодействовать. Это то, что желательно прочитать, желательно изучить, а дальше уже дополнительно заглянуть в другие источники, в другую литературу, посмотреть и найти ответы, может быть, которых нет в этой книге на вопросы, связанные с этой проблемой. И таких книг, как я повторюсь, достаточно много, но эти книги первые. И, кстати, у книгах, посвященных проблемам, связанным с аутизмом, достаточно много, и много таких книг у нас в отделе. Так что читайте эти книги, используйте их в работе, приходите к нам за другими, тоже не менее интересными книгами, посвященными этой проблеме. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok